Магнитик из ветра Нам понадобится шаблон фигурок из сериала «Свинка Пеппа», который вы найдете в приложении к нашему видеоуроку. Плотный фетр розового, красного, белого, черного, бежевого, лимонного, бирюзового цветов. Универсальный клей. Нитки черного, белого и розового цветов. Магниты. Маркер. Ножницы. Берем образец и вырезаем главную героиню. Свинку Пеппу. Разрезаем шаблон на основные элементы. Платье. Голова. Ушко вырезаем одно, второе сделаем таким же. Берем красный фетр и обводим платье маркером. Вырезаем по контуру. На розовом фетре обрисовываем контур головы. Вырезаем. Затем вырезаем шаблон ножки. Выкраиваем по шаблону две одинаковые детали из розового фетра. Вырезаем маленький кружочек для пятачка. Добавим румяную щечку. Сделаем ее из красного фетра в тон платью. Вырезаем маленький круг такого же размера, как и пятачок. Из розового фетра краим два одинаковых ушка. Теперь нам понадобится черный фетр, из которого мы вырезаем туфли. Их можно сделать на глаз. Главное, чтобы они были соразмерны с фигуркой. Основные детали готовы. Сделаем глазки. Из белого фетра вырезаем два кружочка, меньших по размеру, чем щечка или пятачок. Для того, чтобы сделать руку, берем розовый фетр, вырезаем полосочку с овалом на конце. Она похожа на руку. Прикладываем ее к фигурке и проверяем, подходит ли она по размеру. Обрезаем лишнее. Делаем вторую такую же деталь. Склеивать пепу будем на дощечке, чтобы не испачкать стол. Начинаем с крупных деталей. Наносим клей по низу головы с изнаночной стороны. Приклеиваем платьице лицевой стороной. Далее основные детали крепим с изнаночной стороны. По торцу наносим клей на ножки и прикрепляем к нижней части платья. Затем также фиксируем туфли. Наносим клей на платье в месте крепления ручек. Плотно прижимаем, чтобы детали хорошо держались. Добавим ушки. Переворачиваем свинку на лицевую сторону. Теперь можем приступить к мордочке. Сначала приклеиваем пятачок, плотно прижимаем к основе. Затем глазки. Приклеиваем румяную щечку. Добавим Пеппи очаровательную улыбку. Делаем несколько стежков ярко-розовой двойной нитью. Прошивая несколько раз в одну и другую сторону, чтобы придать четкость. Два параллельных стежка на пятачке черной нитью и ноздри готовы. Нужно придать выразительности глазкам. Сделаем зрачки. Для этого прокалываем иголкой с черной ниткой белый кружочек в центре. Вытягиваем нить из ушка. Нанизываем черную бисеринку и протягиваем в конец нити, устанавливая на место. Опять вставляем нитку в иголку. Вкалываем в центр, фиксируя бисеринку на нити. Закрепляем нить с обратной стороны. Обрезаем. Также делаем второй глазик. Нам понадобится тонкий фетр нейтрального цвета и небольшой магнит, чтобы оформить обратную сторону. Вырезаем кусочек фетра, чтобы закрыть сзади голову и туловище. Приклеиваем и прижимаем. Фиксируем магнит. Свинка Пеппа готова. Теперь берем шаблон папы-свина и вырезаем основные элементы так же, как мы делали с Пеппой. Берем фетр лимонного цвета, обводим маркером шаблон туловища и вырезаем. Из розового фетра выкраиваем голову. Вырезаем ушко и краим два одинаковых элемента. Таким же образом делаем две ноги. Выкраиваем руки без шаблона, как мы делали для Пеппы. Вырезаем розовый пятачок примерно такого же размера, как и у Пеппы. Не забываем об шмачках. Их для папы, как и для дочки. Краим на глаз из черного фетра. Добавим красную щечку. По размеру у папы-свина она чуть больше пятачка. Белый фетр используем для глаз. Склеиваем детали на дощечки, чтобы не спачкать стол. Крепим детали в том же порядке, в котором мы собирали Пеппу. Скрепив основные детали, делаем мордочку. Приклеиваем пятачок глазки и щечку. Сначала детализируем мордочку таким же образом, как мы делали Пеппу. Прошиваем ноздри, улыбку, добавляем в зрачки бисеринки. А теперь приступаем к детали, характерной только для этого персонажа. С помощью простых стежков разной длины делаем бороду. Вышиваем двойной черной нитью. Добавим усы. И еще одна деталь, которой нет у других членов семьи. Это очки. Также используем черную нить. Прошиваем дужку. Затем делаем оправу. Шьем вокруг глаз, чтобы у нас получились узнаваемые круглые очки. Посередине сделаем переноси. Стежок между глазками. Таким же образом, как и у Пеппы, закрываем обратную сторону фигурки папы-свина и приклеиваем магнит. Папа-свин готов. Начинаем делать маму-свинку также с подготовки шаблонов. Из красного фетра вырезаем платье. Детали из розового фетра не отличаются от тех, что мы делали для двух предыдущих фигурок. Добавим красную щечку. Не забываем про руки. Обоим маму-свинку в черные башмачки. Выкраиваем глазки. Вклеиваем маму-свинку в том же порядке, что и дочку Пеппу. Моздри и глазки делаем так же. Характерная деталь мамы-свинки. Длинные ресницы. Сделаем по три черных стежка над каждым глазиком. Ротик вышиваем так же, как у Пеппы и папы-свина. И последний штрих. Оформление обратной стороны. Повторяем те же действия, что и для двух предыдущих фигурок. Мама-свинка готова! Наш последний персонаж – самый маленький член семьи Джордж. Как обычно, начинаем с шаблонов. Выкраиваем голову из розового фетра. Туловище делаем из бирюзового фетра. Вырезаем остальные детали из розового фетра. Добавляем белую основу для глазок. Отличительный знак семьи – красную щечку. Обоим Джорджа черные башмачки, как и у других членов семьи. Склеиваем в том же порядке, что и предыдущие фигурки. Крепим детали на мордочку. Прошиваем все те же детали, что и у Пеппы. Оформляем обратную сторону. Джордж готов? Вот теперь все семейство в сборе. Мама-свинка, папа-свин, маленький Джордж и главная героиня – свинка Пеппа. Прикрепите эту замечательную дружную семейку на холодильник. И хорошее настроение на весь день вам обеспечено. Особенно рады героям любимого мультсериала будут дети. Оставляйте свои комментарии, делитесь впечатлениями. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Не забудьте подписаться на наш канал. И смотрите мастер-классы с идеями домашнего декора и аксессуаров по мотивам популярных фильмов.